Ну что, ребята, помимо Малюка, известного, или Вулкана, армейская версия, Вулкан-М, Интерпроинвест выпускает, начал выпуск еще вот таких вот вещей. Собственная разработка, делают свои стволы, это как бы ГП-25, но они сделали вот такую стандалон-версию, то есть это как такой небольшой гранатомет, носимый как бы отдельный, индивидуальный для бойца. Рассматривали вариант установки на Малюк, но потом отказались в пользу вот такого, чтобы Малюк не... Ну, давайте сразу определимся, Малюк это гражданская версия сейчас, а Вулкан-М это именно армейская, с режимом и так далее. Поэтому вот такая вот есть вещь, интересно, пока это, конечно, прототип, хотя ствол здесь реальный, все, и он рабочий. Можно пострелять, но сегодня стрелять не будем, к сожалению, наверное, как-нибудь в другой раз. Это уже когда вы написываете своих комментариев, как бы разных. Мы посмотрим, я потом, может, напрошусь, в зависимости от того, какие у вас будут комментарии, вот, я думаю, что руководство разработчика посмотрит и как бы решит, разрешат мне сделать видео со стрельбой тогда или нет, так что имейте это в виду. Ну, пока особо рассказывать нечего, а так, бегленько, просто показываю какая-то версия, здесь приклад пока не закреплен. Вот тоже видно, что унификация идет, пильник от Малюка, тоже часть некоторая от Малюка, чтобы видели, что ствол здесь нарезной, стандартный. Если бы еще вспомнить, как он разбирается, вообще будет хорошо, потому что я... Так, это, шипной идет, предохранитель. Предохранитель, а этот самый, собственно, выстрел или граната вставляется спереди. Если кто не знал, в ГП это ОМ-230, ОМ-203. ОМ-230 это другая модель, тоже на гранатометах, американской. А ГП-шка вот такая, то есть, рукоятка. Ну, сумбурно, да, получается, но тем не менее. Пока вот такой видосик. Так что ваши пальцы, комментарии, а дальше будет пока. Еще с Малюка постреляем.